Зима в Марокко, пляж, снег, игра присталов и имперские города. Зима в Марокко, пляж, снег, игра присталов и имперские города. 8 часов 11 января 2020 года. Российским туристам зимняя прохладная Атлантика и горы Марокко малознакомы, а европейцы такой отдых очень ценят. На пляжах Агадира можно загорать, иногда купаться. В атласных горах сейчас разгар горно-лыжного сезона. Имперские города, загадочный Мальвуд и колоритные рынки не зависят от времени года. О том, что тут связано с игрой престолов, где встретить мировую знаменитость, найти столицу Устриц и увидеть мечеть с самым высоким миноретом, в фото ленте РИА Новости. РИА Новости, Наталья Селиверстова. Марокко круглогодичное направление. Зимой достаточно тепло, нет жары, которая мешает экскурсиям, говорит директор национального марокканского офиса по туризму Самир Сусириах. Декабрь, январь, февраль – это бархатный сезон. Можно ходить в футболках, шортах. Особенно хорошо, по словам эксперта, на юге. Но и на севере днем температура редко опускается ниже 10 градусов. А достопримечательности есть везде. Один из тринадцати. Марокко круглогодичное направление. Зимой достаточно тепло, нет жары, которая мешает экскурсиям, говорит директор национального марокканского офиса по туризму Самир Сусириах. Декабрь, январь, февраль – это бархатный сезон. Можно ходить в футболках, шортах. Особенно хорошо, по словам эксперта, на юге. Но и на севере днем температура редко опускается ниже 10 градусов. А достопримечательности есть везде. РИА новости, Наталья Селиверстова. РИА новости, Наталья Селиверстова. В холодное время из России прямые рейсы только в Касабланку. Оттуда можно отправиться на экскурсии, на берег океана, в горы, пустыню. Стоит, посмотрите, сам знаменитый город. Именно тут на берегу океана высится мечеть Хасана II – одна из крупнейших и красивейших в мире, с удивительной раздвижной крышей. Кстати, это единственная мечеть в Марокко, куда пускают не только мусульман. Еще Касабланка – один из самых космополитичных городов страны. В фортах 18 века предлагают блюда местной кухни. Старый квартал Медина, отстроенный после землетрясения 1755 года, сочетает европейские и арабские черты, а центр – урбанизм и ардека. Два из тринадцати в холодное время из России прямые рейсы только в Касабланку. Оттуда можно отправиться на экскурсии, на берег океана, в горы, пустыню. Стоит, посмотрите, сам знаменитый город. Именно тут на берегу океана высится мечеть Хасана II – одна из крупнейших и красивейших в мире, с удивительной раздвижной крышей. Кстати, это единственная мечеть в Марокко, куда пускают не только мусульман. Еще Касабланка – один из самых космополитичных городов страны. В фортах 18 века предлагают блюда местной кухни. Старый квартал Медина, отстроенный после землетрясения 1755 года, сочетает европейские и арабские черты, а центр – урбанизм и ардека. РИА Новости, Наталья Селиверстова РИА Новости, Наталья Селиверстова Экскурсионный маршрут имперские города Марокко-Брент, известный во всем мире. Он объединяет четыре исторические столицы – Фес, Микнес, Маракеш и Рабат, которые называют квинтэссенцией марокканского наследия. Одна из главных его достопримечательностей – мавзолей Мухаммеда, Вии, Султана, а впоследствии и короля Марокко. Мавританская классика – оникс, мрамор, золото, кедр, изящная резьба и традиционные орнаменты. Причем построен мавзолей вьетнамским архитектором. Вход бесплатный, а с почетным караулом, как рассказывают местные, можно даже сфотографироваться, хотя снимать военных и полицейских в стране запрещено. Три из тринадцати экскурсионный маршрут имперские города Марокко-Брент, известный во всем мире. Он объединяет четыре исторические столицы – Фес, Микнес, Маракеш и Рабат, которые называют квинтэссенцией марокканского наследия. Одна из главных его достопримечательностей – мавзолей Мухаммеда Вии, Султана, а впоследствии и короля Марокко. Мавританская классика – оникс, мрамор, золото, кедр, изящная резьба и традиционные орнаменты. Причем построен мавзолей вьетнамским архитектором. Вход бесплатный, а с почетным караулом, как рассказывают местные, можно даже сфотографироваться, хотя снимать военных и полицейских в стране запрещено. РИА Новости – Наталья Селиверстова РИА Новости – Алексей Витвицкий Из Рабаты одна дорога ведет до Микнеса и Феса, примерно 200 километров. Оба города – музеи под открытым небом. Микнес называют Версалем Марокко. Фес – первая столица считается религиозным и культурным центром страны. Этот город основал на восточном берегу одноименной реки в 789 году Идрис Ай, потомок пророка Мухаммеда. На другом берегу строительство продолжил его сын. Сейчас в Фесе две медины. Одна чуть ли не самая запутанная в мире, в ней около 6000 улиц. 4 из 13 из Рабаты одна дорога ведет до Микнеса и Феса, примерно 200 километров. Оба города – музеи под открытым небом. Микнес называют Версалем Марокко. Фес – первая столица считается религиозным и культурным центром страны. Этот город основал на восточном берегу одноименной реки в 789 году Идрис Ай, потомок пророка Мухаммеда. На другом берегу строительство продолжил его сын. Сейчас в Фесе две медины. Одна чуть ли не самая запутанная в мире, в ней около 6000 улиц. РИА Новости Алексей Витвицкий РИА Новости Алексей Витвицкий На севере страны, менее чем в 200 километрах от Феса знаменитый синий город Марокко, Шившаон. Основан в 1471 году на месте берберского поселения. Позже здесь обосновались изгнанные из Испании мусульмане и евреи. Они старались воссоздать маленькую Индалусию. По одной из версий, синий цвет напоминал иудеям о боге и небе. Город был священным. Это помогло сохранить средневековый облик. На севере страны, менее чем в 200 километрах от Феса знаменитый синий город Марокко, Шившаон. Основан в 1471 году на месте берберского поселения. Позже здесь обосновались изгнанные из Испании мусульмане и евреи. Они старались воссоздать маленькую Индалусию. По одной из версий, синий цвет напоминал иудеям о боге и небе. Город был священным. Это помогло сохранить средневековый облик. РИА Новости, Алексей Витвицкий РИА Новости, Алексей Витвицкий Имперская столица Маракеш, напротив, розовая. Это город художников, артистов, магов, заклинателей и торговцев. Дворцы, мечети, великолепные сады. Розовый цвет был абсолютно естественным. Именно так выглядят глинобитные дома. Современные приходится красить. РИА Новости, Алексей Витвицкий РИА Новости, Наталья Селиверстова Одна из достопримечательностей Маракеша – дворец Бахе. Построен в конце 19 века. Сам город основан в 1060 году для одной из жен великого визиря Ахмеда бин Мусы. Асад Мажорель создал приехавший в Маракеш лечить легкие художник Жак Мажорель. Он собрал растения практически со всех континентов. Модельер Ивсен Лорайн выкупил и восстановил сад после смерти художника. Здесь же развеян прах великого кутюрия. 7 из 13 и одна из достопримечательностей Маракеша – дворец Бахе. Построен в конце 19 века. Сам город основан в 1060 году для одной из жен великого визиря Ахмеда бин Мусы. Асад Мажорель создал приехавший в Маракеш лечить легкие художник Жак Мажорель. Он собрал растения практически со всех континентов. Модельер Ивсен Лорайн выкупил и восстановил сад после смерти художника. Здесь же развеян прах великого кутюрия. РИА Новости Наталья Селиверстова РИА Новости Наталья Селиверстова Название площади Джамауэльфна в переводе Собрание мертвецов. Когда-то тут торговали рабами и казнили. Сейчас по вечерам выступают уличные артисты, жонглеры, сказители и заклинатели змей. Продавцы предлагают ароматные марокканские блюда. Можно сфотографироваться со змеей, но будьте готовы раскошелиться на пару десятков евро. За снимок уличных музыкантов порой просят столько же. Но стоит расслабиться, протянуть руки для мехенди, роспись по телу хной, гадания. Торговаться обязательно. 8 из 13 Название площади Джамауэльфна в переводе Собрание мертвецов. Когда-то тут торговали рабами и казнили. Сейчас по вечерам выступают уличные артисты. Жонглеры, сказители и заклинатели змей. Продавцы предлагают ароматные марокканские блюда. Можно сфотографироваться со змеей, но будьте готовы раскошелиться на пару десятков евро. За снимок уличных музыкантов порой просят столько же. Но стоит расслабиться, протянуть руки для мехенди, роспись по телу хной, гадания. Торговаться обязательно. РИА Новости Наталья Селиверстова АФП 2019 Фейд Элсена Всего 70 километров отделяет эту экзотику от современного горно-лыжного курорта. Маракеш находится у подножья Атласных гор. Там на высоте 2600 метров порядка 20 трасс с перепадом высот в 700 метров, а также рестораны, бары и дискотеки. Сезон с декабря по апрель 9 из 13 Всего 70 километров отделяет эту экзотику от современного горно-лыжного курорта. Маракеш находится у подножья Атласных гор. Там на высоте 2600 метров порядка 20 трасс с перепадом высот в 700 метров, а также рестораны, бары и дискотеки. Сезон с декабря по апрель АФП 2019 За Атласными горами Варзазад 130 километров от Маракеша ворота в пустыню Сахара. Обязательно посетите Молливуд Марокканский Голливуд киностудию, где снимались эпизоды многих известных фильмов, советует гид Абдель Петрович. Например, сцены сериала «Игра престолов» фильмов «Маленький Будда», «Астерикс и Абеликс», «Миссия Клеопатра», «Лауриин Саравийский», «Гладиатор», «Последнее искушение Христа». Кстати, массовка, каскадеры, персонал из местных. Есть тут и киношкола, и музей кино. Интересный факт, знаменитая картина Касабланка режиссера Майкла Кертиса, созданная в 1942 году, в Марокко не снималась. 10 из 13. За атласными горами Уарзазад, 130 километров от Марокиша, ворота в пустыню Сахара. Обязательно посетите Молливуд, марокканский Голливуд киностудию, где снимались эпизоды многих известных фильмов, советует гид Абдель Петрович. Например, сцены сериала «Игра престолов», фильмов «Маленький Будда», «Астерикс и Абеликс», «Миссия Клеопатра», «Лауриин Саравийский», «Гладиатор», «Последнее искушение Христа». Кстати, массовка, каскадеры, персонал из местных. Есть тут и киношкола, и музей кино. Интересный факт, знаменитая картина Касабланка режиссера Майкла Кертиса, созданная в 1942 году, в Марокко не снималась. РИА Новости, Алексей Витвицкий. Всего 330 километров и это уже не пустыня, основа Атлантический океан, но южнее Касабланки. «Смотри, не обгори», предупреждали меня друзья, узнав о поездке зимой в Марокко. Сначала казалось, что даже загореть тут сложно, страна встретила дождем, вспоминает туристка из Москвы Яна Иланова. А потом выяснилось запросто, здесь 300 солнечных дней в году, а в Агадире и того больше, даже искупаться удалось. Днем температура воздуха может достигать и 28 градусов, обычно 20-25. Воды, правда, 16-18. Но не для всех это помеха. Местный залив считается одними из самых красивых в мире, а длина набережной 6 километров. 11 из 13. Всего 330 километров и это уже не пустыня, а снова Атлантический океан, но южнее Касабланки. «Смотри, не обгори», предупреждали меня друзья, узнав о поездке зимой в Марокко. Сначала казалось, что даже загореть тут сложно, страна встретила дождем, вспоминает туристка из Москвы Яна Иланова. А потом выяснилось запросто, здесь 300 солнечных дней в году, а в Агадире и того больше, даже искупаться удалось. Днем температура воздуха может достигать и 28 градусов, обычно 20-25. Воды, правда, 16-18. Но не для всех это помеха. Местный залив считается одними из самых красивых в мире, а длина набережной 6 километров. Рея новости, Алексей Витвицкий. Рея новости, Наталья Селиверстова. Рядом с Агадиром, впрочем, и в других частях Марокко, есть гольф-поля. Тут они расположены прямо между горами и океаном. Этот вид спорта доступен круглый год. 12 из 13. Рядом с Агадиром, впрочем, и в других частях Марокко, есть гольф-поля. Тут они расположены прямо между горами и океаном. Этот вид спорта доступен круглый год. Рея новости, Наталья Селиверстова. Фото. Канус ЗГЗ. Длина трасси из Агадировка-Сабланку около 500 километров. По дороге стоит посетить еще один уникальный океанский курорт Туалидию, столицу Уустриц в Марокко. Негласное правило, этими моллюсками лучше лакомиться в месяцы, в названии которых есть буква Р. Сейчас самое время. 13 из 13. Длина трасси из Агадировка-Сабланку около 500 километров. По дороге стоит посетить еще один уникальный океанский курорт Туалидию, столицу Уустриц в Марокко. Негласное правило, этими моллюсками лучше лакомиться в месяцы, в названии которых есть буква Р. Сейчас самое время. Фото. Канус ЗГЗ.